Татьяну Цымбал сложно назвать хрупкой девушкой. Перевести дух и отдохнуть от работы помогает любимая музыка, а работа у девушки тяжелая. Большую часть своего времени Татьяна проводит в красной зоне. Она трудится старшей медсестрой в инфекционном отделении. Хотя сама Татьяна называет свою деятельность скорее призванием. Часто приходится оставаться после смены. Не хочет оставлять людей без внимания. Именно она встречала первых в регионе пациентов с подозрением на ковид, а впоследствии и с подтвержденным диагнозом. Рассказывает, на момент первых случаев заражения всем коллективом мониторили международные новости. Но такого распространения вируса не ожидал никто. Вспоминает, как все это выглядело. Устрашающие костюмы, противогазы, бахилы, три пары перчаток. Медики чувствовали себя главными героями фантастического триллера. Но если поначалу было не страшно, рассказывает Татьяна, то сейчас ситуация накалилась. Страшно видеть, как на глазах люди хужеют. Как в некоторых случаях не успеваешь ничего сделать и просто сто процентов человека нет. Мало, очень мало пациентов вакцинированных поступает к нам. И это уже большой показатель того, что это стоит сделать. Действительно стоит. Если даже ты заболеваешь после того, как вакцинировался, все можно на амбулаторном. Этапе решить. И не попадать в стационары, тем более, в реанимацию. С каждым днем в отделение поступает все больше больных. Больные изменились. Их характер заболевания по сравнению с прошлым годом. Сейчас все больше и больше поступают больные с тяжелыми формами, которым требуется кислородная поддержка и лечение более интенсивное. К симптомам, которые наблюдаются у большинства поступающих пациентов в этом году, медики относят одышку, слабость, повышение температуры. Самым действенным способом защиты сегодня врачи называют вакцинацию. Причем важно соблюдать режим самоизоляции после прививки, чтобы в организме успели выработаться антитела. Мария Левина, События.